хорошо всем добрый день шавуату мы чуть-чуть опередились ситуацию начали ахаре мод будет даже особенный я надеюсь этот урок будет посвящен как правильно обращаться ко всевышним это касательно и молитв твоих желаний просьб наверно всего 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 очень серьезная тема потому что все это делают но не всегда это происходит правильно значит как та таанит там написано что раби шмуэль от слов раби йонатана говорит что трое спросили так как следовало двоим ответили так как следовало одному не так как следовало двоим ответили правильно но согласились с просьбами одному отказать такая история приводится у нас в талмуде объяснение кто эти трое это первый раб авраама и лезер второй это царь шауль и треть это ифтах ифтах это судья это из книги судей один из предводителей народа израиля если мы вспомним вот рабе лезера что спросил рабе лезер у всевышнего помните не когда он шел за римка ему авраам сказал пойди за римка и при этом при этом он не дал ему ни одного какого-то указать ну когда мы отправляем человек армии армия живой пример отправляют кого-то ему дают указание кто-то кто-то должен сделать и человек естественно если он четко это выполняет это все прекрасно это командир доволен при этом рабе лезеру не было дано никаких заданий только основное пойди туда приведи жену моему сыну не называет ни имени ничего и ни в коем случае если даже если не получится смотрите что он говорит ни в коем случае не бери жену с того места с неправильно когда рабе лезер идет это говорится о его уровне какой у него уровень это уровень праведника что авраам рассчитывает на его какие-то действия он должен сам сам захотеть что-то сделать вот это является самым важным то что мы с сегодня рубин говорили да что как сейчас я хочу помочь чем не делать то вот не знаю что делать но вот придумай себе сам работу сейчас всегда есть где помочь сам вызывайся сам иди сам стой сам проси там никто не мне не говорил там пытаться что-то помогать там армии еще кому я сам вклинился в какой-то процесс реально сам сам подошел к мэру когда услышал вопрос что ему надо помощники подошел я готов взять на себя вот эту ответственность да точно и все рассказала я включен процесс так вот и лезер он это сам делает все сам и что он говорит если я встречу девушку которая выйдет предложит мне воды дать даст на пицца мне и даст на пицца верблюда мои вот она будет той девушка когда которая будет женой исхака да и смотрите правильный ли это вопрос вот давайте разберем правильный или нет казалось бы да ну на что он основан на чем основан этот вопрос на том на хэсиде да что девочка которая выйдет она будет очень добрая смотрите как интересно в чем будет ее доброта она даст мне напиться а потом сама скажет что я напою твоих людьми он же не просил ее напоить людьми он ждал этого он смотрит я попил что будет делать дальше она и она идет сама поить людьми это показан большой уровень хэсида он на это на этом основывался его его запрос его желание но кто мог выйти ему навстречу ну честно говоря если забраться одноногая там одноглазая не дай бог там ну какая угодная слушать алкоголичка там и так дальше была ли в его просьбе какая-то скажем логическая связь ну честно говоря да была был ли в его в его просьбе риск да тоже был большой как бы риск но и в тот же момент у него была очень очень такая четкая логическая линия что выйдет девушка с большим хэсида потому что исхак это гура суд ограничения ему надо жена совершенно противоположная с большим хэсида и нам рассказывают как каббала объясняют что выходит до ривка это очень высокий как бы уровень уровень который начинает работать с гурой строгость ограничения она нуждается в каких-то рамках вот она являлась рамками для исхака и вы помните как она сыграла потом свою роль с жизни своих сыновей якобы и сава да и когда она опускала кувшин каббала объясняет что вот вода это настора да у нас сейчас счет сферот счета мэра да и опускание кувшина это как будто изливание более высоких сферот более высоких источников в этот мир мир проявления вот это каббала так объяснять что на когда наклонила тушин произошло излитие этой энергии получилась возможность появления якобы без нее появление якобы просто было невозможно и якобы это та сила которого равновесила и цхака и авра миша тот милосердие тут строгость и и лезер в этот в этот момент он получил правильный ответ ему ответили как надо бог бог пошел ему навстречу как надо потому что в его вопросе кроме риска смотрите кроме риска была точная логическая цепочка чего он хочет и не просто чего он хочет а для чего он этого хочет сейчас запоминайте сейчас важен каждый как бы момент следующий человек который который тоже спросил не очень правильно спасибо такие лезвы а говорит он но которому ответили правильно это был сальшал первый царь израиля шмуэль помазал его на царство да и книги шмуэля по моему первой книги шмуэля да там рассказывается история когда они воевали с пилистимлянами и когда все были построены для войны и тут предложение со стороны филистимлян зачем нам проливать кровь как раньше выйдет наш богатырь и давайте вашего богатыря и они с азиацией решат исход события и выходит кто галя 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 как написано в кошерных источниках галя галя это уже скажем более такое произношение наше европейское выходит этот галя сильнейший здоровейший там написано что копье древко копья было как бревно у него и говорит кто со мной связи все в шоке все понимают что такого как бы и бойца нету и тут какое совпадение давид приносит покушать своим братьям оставляет стада и приносит покушать его отправляет отец именно в этот момент это еще раз показатель как ничего случайного не бывает как бы совершенно мере он же давид уже был помазан правильно на царство ему уже об этом сказал и он в этот момент приносит эту еду приносит эту еду и слышит о чем говорят что вышел этот боец и тут шауль говорит что тот кто выступит против него против этого бойца победить его я ему там дам все почести отдам свою дочь и посмотрите просьба царя шауля она правильная или нет но честно говоря правильно но весь боец надо чтобы кто-то победил никто не выходит не бойтесь отвечать я хочу чтобы включились процесс ему надо что кто-то вышел надо никто не выходит но все оцениваю свои силы все смотрят и оцениваю свои силы и тут слышит это давид и давид начинает говорить что да там я включаюсь в процесс победы братья даже ему в тот момент старший брат ему выносит скажем даже подозрение и что-то оставил стада что пришел и так далее и тому прочее и давид говорит я сажусь шауль слышит приведите ко мне этого оттока привозят туда давида шауль говорит ты точно садись ему и да сажусь на него одевают а и он не говорит говорит шаулю что я работаю пастухом я сажался с альбом с медведем известный как бы мидраж ну это даже не мидраж это пророков сказано это не мидраж и шауль говорит ну хорошо видать какая-то уверенность в словах давида и то что он он на кого опирался давид сейчас мы узнаем на всевышнего но это еще не видно а вот сейчас будет видно почему он оказался на всевышнего что делает шауль после того когда давид соглашается он ему говорит на тебе одежду меч броник краску там туда-сюда давида дело это все и говорит нет это не мое мне непривычно в этом драться смотрите как интересно здесь есть простой такой скажем человеческий смысл очень простой то что подходит одному человеку очень часто не подходит другому человеку почему не надо нельзя осуждать а я вот там соблюдаю все ты не соблюдаешь то подожди может тебе это легко дается а другому человеку надо такие приступить усилия для соблюдения что поэтому очень важно занимайтесь собой не надо смотреть как бы чужой огород помогать с доброй волей да так вот давид говорит мне непривычно в этих латах я не смогу не драться это раз да и он говорит я пойду как я привык берет пращу и написано с именем всевышнего так написано пророках берет смотрите внимание 5 камней ложит 5 камней свою сумму и выходит против этого галя галя скажем смеется говорить ему кого ты против меня как бы вышел давид достает все берет руку в сумку опускает руку сумку и достает один камень положил сколько 5 достает один камень этот камень запускает прямо в лоб этому галя то галя падает победа все просто в шоке этого лохака ведут вот таком его называют пророки приводят этого парня шаулю да у него там скажем квали там поощряет начинает обманывать немножко первую дочь не отдает за него отдает вторую дочь но это уже другая история смотрите он положил пять камней филистимлянин это одно из проявления церара нашего злого начала змей ангел смерти сатан филистимлянин кто еще ангелс на хаш сатан амалек амалек враг враг любого человека враг веры скажем пять плохих личностей которые название которые символизируют и срара плохое начало вот он берет эти 55 камней эти пять камней это пять сил против этих сил и эти все камни сливаются в один единственный камень как вы это мне даже шма ашем элогей ну ашем эхат все пять камней пять слов сливаются в одно слово в один пять слов самого самый главный но не молитва скажем депрорации веры там пять слов и последнее слово это эхат она символизирует соединение этих слов в единство шестое слово эхат вот шестое слово эхат это вот этот единый камень оно все слилось воедино он берет пять сил к примеру пять сил торы пожалуй 5 книг торы пожалуйста пять миров которые которые как всевышний стрел минда начинают от целута заканчивая где сущность всевышнего заканчивая молхут это наш мир это все сливается в единство этим единством убивает этого галия и получает то что получать вопрос опять возвращаемся он правильно поступил царь шауль сказала ну как бы да надо чтобы кто-то надо же кого-то чтобы кто-то вызвался ему надо какие-то поощрения ну правильно правильно но кто мог выйти слушай это второй вопрос подожди мы же говорим все-таки о людях ну мог выйти какой-то там спившийся боксер ну к примеру да двоечка присадил этого галиата ну честно говоря вот почему говорит талмуд нам что спросили трое спросили неправильно трое спросила неправильно но двоим ответили правильно одному неправильно сейчас мы до него дойдем получается что шауль тоже как бы ну наобум где-то рассчитывал ну с другой стороны у него была четкая ветка четко логическая цепочка есть с кем драться пускай найдется скорее всего это будет очень сильный человек ну и надо его поощрить каким способом ну какой-то монетка я его не поощрил я ему дам все почести свою дочь отдам замуж хорошее поощрение и ему отвечают правильно выходит давид стечение всех обстоятельств тоже фантастика можно сказать случайно принес покушать но мы знаем с вами что случайности не бывает и побеждает этого галия и остается у нас третий это и в так и в так и в так и в так и в него о нем описано в книге судей книге судей и он появляется вот перед ним был гильяд его выбирает всевышний а вот и в так а выбирают как бы старейшины сначала он был незаконно рожденный сын его выгоняет его выгоняют он уходит как бы куда-то в отдаленное селение но в чем чем скажем такая сила правильность его действий он продолжает заниматься чем тем чем он занимался а он занимался правильными вещами он боролся за еврейский народ он собирает вокруг себя правильных людей как ты сказал я коварта не просто собирает вокруг себя правильных людей и продолжает делать то чем он занимался до этого хотя знаете как часто говорят там я чтобы ни на кого не показывал есть несоответствие скотина пошел вон отсюда человек говорит ху на вас раньше я верил вам всем а сейчас я буду жить уже по-своему плевал я там на ваших взгляд слушайте это у нас по моему происходит раз через раз несколько лет назад это происходило вообще когда говорили что деньги не будут платить люди вставали выходили мы не будем больше учиться это из этой серии а тут человек уходит и продолжает делать ну хорошо вы меня считаете плохим а я буду все равно делать то что я делаю и к нему когда начинают на амавитяне нападать приходят к нему старейшины и просят его возглавить весь все это движение освобождение и на него снисходит божественный дух и он берет на себя правление но он ставит условия он говорит ну такой у него уровень представить такой уровень у человека он говорит я буду этим заниматься если вы все меня признаете полностью все с главным судьей правителем над собой такую силу он чувствует и честно говоря для меня это вопрос у меня еще нет ответа на этот вопрос почему он же незаконорожденный честно так и так говорит пророки и его ставят самым главным над всем еврейским народом я могу сказать от себя скажем то что я сейчас пока раздумываю у меня нет нет такого кошерного ответа это мое мнение то что вот как раз сила скрывается в самом 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 внизу это для того чтобы человек не падал духом ни в коем случае посмотрите где рождается маша когда и куда связывает себя с тамар да казалось бы такая история полна каких-то некошерных вещей это оттуда является да перец прародитель царя давида и будущего маша и так самого кифтах казалось бы уже ну все изгой полный изгой и этот изгой становится над народом израиля и не просто становится а честно говоря побеждает ну вот чем большая проблема большая проблема то что он говорит всем лишнему говорит что если ты амавитян отдашь мне в руки то я принесу жертву то первое того первого кто выйдет из моего дома это он этого не знает тут миша подсказывает что дочку что он думает как нам рассказывают мудрецы что он думает ну как меня обратились из-за чего чтобы он взял на себя обязанность защитить весь народ до этого получается до этого начали решить и амавитяне амавитяне они захватили полностью весь народ начали притеснять никого 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 не было все были убиты остался он один из скажем хоть и незаконно рожденный но причастны как бы к этому делу и умеющий воевать который не оставил это дело здесь так ключевая скажем такая точка ну тема лекции не об этом тема о том что что он запросил смотрите здесь же все они втроем общаются с богом они богу ставят условия господи вот я буду богатый я тогда там знакомо да немножко например я утрирую утрирую дай мне то я тогда то честно говоря очень часто мы так разговариваем с богом тут надо находить вот соответствие вот и так говорит я дам жертву только того кто выйдет из моего дома что он имел ввиду имел ввиду скорее всего животное как там я там во все сожжение жертву тебе приходит домой первой выходит дочь он шоке развивает как бы на себе одежды и так далее и тому подобное как пишут нам гумбецы что во все сожжение вот как исхак тоже написано это была жертва все сожжение но написано на иврите не принеси жертву а вознеси его вознеси и вознесение как произошло его ж не убили но не убили мы давай результат его не убили его останавливают абраама и так дальше из этого вырастает еще большая сила говорят что эта дочка она просто потом попала в служение ну похоже на монахиню не знаю правильное сомнение неправильно ну давайте воспользуемся и да она больше никогда не вышла не замуж ничего и жизнь была сохранена конечно же никто в еврейском законе и людоизме на феизме ни в коем случае никогда не было человеческих жертв никогда в жизнь говорят даже авраам чуть-чуть ошибся я так слышал 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 давайте в кавычках возьмем что написано вознеси а он подумал убей понимаете это большой вопрос как бы но суть в чем смотрите он захотел победы отдай в руки амавитян я тогда несу жертв а если выйдет свинья а верблюд если вы посмотрите логика прослеживается в его действиях хоть какая-то логика никакой логики нету ты вообще не знаешь если там и если в первом случае не случае с давидом то это выйдет сильный человек да это все равно будет человек если лучше в случае с не золотом это все равно будет девушка он заранее будет девушка которая напоить неважно 1 глаза над одном она будет девушка понимаете идолопоклон к хотя она желает долопоконческой семье но написано как написано и вот выходит рифка она уже выходила из-за она оставила это полностью возвращаемся кифтах вообще никакой логической цепочки вообще никакой ты не знаешь что выйдет и поэтому он наказан ему ответ отвечать неправильно ему всевышний отвечать неправильно за такую за такую неправильную позицию он там разрывает в одежде в шоке да мы знаем что дочку эту не принесли в жертву не дай бог так подумать но вот у нас есть три запроса на которые два два три неправильных запрос я вот это хочу поставить во главе это не значит что говорит два было правильных один неправильный все три бы все три были неправильно все три но двоим отвечают правильно потому что есть какая-то логика и привязка к богу а здесь вообще неправильно отвечают ему даже тоже неправильно потому что нет никакой логической связи естественно это большая как бы проблем запоминаем это мы знаем что мы изучаем как бы с вами тору и мы всегда в изучении торы базируемся в уровнях у нас есть продесс продесс это цитус висад это четыре уровня познания торы первый шат 2 мс намек третий друж толкование четвертый все знают сот тайна четыре уровня и четыре уровня они они соединены смотрите главная ошибка что человек думает вот я сейчас узнаю тайну она будет не подходить вот этому уровню пшату простому нет знаете как раши говорит на швачок шар эта сумка для всех остальных уровней ты не унесешь без этой сумки никакие другие уровень конечно он ни в коем случае не отличается от тайны он просто эту тайну содержит в себе внутри давид который ложит пять камней в одну сумку связь видите на 5 камней 5 неторы 5 смыслов все ложит в одну сумку если эти четыре смысла вот как четыре пальца да посмотрите я жал палец это кулак нет кулак будет когда будет пятый палец который это все соединяет понимаете так вот познание торы у нас должно происходить тоже на этих уровнях если ты один уровень минуешь то это для тебя будет большой проблем это будет какой-то пробел как воскресенье я урок давал давид попросил после субботу после шаббат на шаббат не тапезе и я привел пример там доктора сидел профессор если доктор выучил все вот все он знает кроме удаления аппендицит ну доктором ну вроде бы да а вроде бы и нет тот момент когда он на дежурстве приводит аппендицит смотрите мы берем пример мы берем пример стоматолог перед тем как стать стоматологом что изучает как изучает анатомию как все как все одинаково вот для всех одинаково полностью у нас тора это истина она не может быть тут зеленая тут красный за это тут надо убить одного и того же человека а тут этого человека ну давайте помилуем нет если сангелин сказал убить значит надо убить все очень как бы строго и вот эти чтобы понять смотрите я вам расскажу вот модели мы говорим каждое утро просыпаемся иногда с кованой иногда по выскочку маде они мы говорим да и говорят как рэбе говорит это самая уникальная молитва потому что ты находясь с разными руками с вонючим ртом извините за подробности нечищенными так дальше со всем что у тебя есть ты хочешь там туалет и ты говоришь маде они как так да потому что это самый высокий уровень ты рядом возле всевышнего перед тобой липанейха липанейха на я перед тобой рядом вот рядом так как это можно объяснить на уровне к примеру шар ну обычная благодарность ну действительно я проснулся судьба мы же верим бога слава богу многие не проснулись а я проснулся обычная благодарность берем чуть-чуть глубже на уровне ремеза намека всевышний душа чья всевышнего да всевышний и берет себе как залог когда мы читаем там вечернюю молитву перед сном там подразумевается что я душу отдаю всевышнему как бы залог я прошу пожалуйста видни мне как бы эту душу но дай мне это сейчас она в этот момент я себя не помнил на полу тебя вильни мне пожалуйста берем еще глубже сон это одна шестидесятая смерть это на уровне драж и когда человек спит он как будто немножко убирает его душа поднимается куда-то высокие миры и во время сна она там где-то витает и после этого происходит возврат этой души и мы очень часто ну просим молитве этого нету ну каббалистические источники говорят что можно обратиться к всевышнему с просьбой пожалуйста пусть моя душа достигнет самых высоких уровней миров научи ее там чему-то там пускай она вот я утром проснусь и чем-то новым вот так вот такое объяснение объяснение на уровне тайны это намек на воскрешение мертвых точно также произойдет тебя не будет ты заснешь когда давай сейчас я собьюсь тема сложная и ты когда-то заснешь но придет момент когда ты так раз и опять верносят жизни и вот моде они это намек на воскрешение мертвых один из принципов торы основа вообще веры так вот посмотрите как на всех уровнях мы проходим сквозь этот лес познания то выучиваем топографию местности так вот когда ты выучиваешь тору выучиваешь какие-то законы ты начинаешь понимать для чего ты живешь и как ты действуешь и ты приходишь к тому как правильно вопрошать всевышнего о чем его просить мы с ним обращаемся с просьбами особенно в наших молитвах говорит тактат хагига это тоже талму что есть три вещи которые которые если есть вопросы которые не следует задавать и говорит первое это не следует изучать законы о законы разврата законы там чистоты семейной жизни с тремя людьми не следует задавать этот вопрос не следует задавать вопрос вдвоем когда изучают науку о начале как как было начало сотворения мир и не следует вопрос задавать даже себе одному когда ты хочешь изучать маасэ меркава это деяние колесницы это то что было до создания мира вот вот полностью та тайная кабала которая которая описывает там ари которую описывает хам виталь вот эти три вещи смотрите ну давайте просто логический смысл когда ты хочешь хочешь изучать законы например частоты семейной жизни то наверное это не очень как бы правильно таких интимных вещах говорить ну при трое ну как минимум смотрите если мы сейчас с вами начнем изучать как то ты там глава и следующая глава то же самое дашим когда мы будем говорить о запрещенных связях скорее всего парни мы начнем с смеяться вспоминать различные анекдоты почему мальчику нельзя с мальчиком почему нельзя там с козой и так дальше еще с кем-то или чем-то это простой психологический смысл нельзя в этом присутствует какая то тайна хотя на первый взгляд это такая либо человек отмахнется это не про меня либо переведет это в какую-то как бы шутку почему нельзя изучать ограничено только двумя людьми и то написано что нельзя спрашивать второго человека о начале сотворения мира потому что это такая тайна это то что касается ядерная энергетика представляете на ядерном реакторе там ездишь один главный инженер ну допустим там главное по безопасности да тут говорят и я буду главными инженерами мы такого на говорим с вами на фантазируем потому что все что мы там говорим это наша с вами будет фантазия почему есть я не знаю если вы заметили я не люблю про души развивать у нас был один парень у тут сидел часто спрашивал про души про иные миры кто как умирает я не прихиваю вас помните но как бы не в этом месте на секундочку умер мы надеемся что он к нам вернется потому что мы там вообще ничего не понимаем и говорят что когда ты спрашиваешь о деяниях колесницы как это так называется в каббалистических трудах это то что было до сотворения мира мир тогу все миры и все это это может передаваться только от учителя к учителю я на своем опыте это испытал мы начали учить узким кругом хайм виталий с альпаном это есть только на иврите не на русском ни на фондовом языке нету и на армейском мы переводили там учили но я потом смотрю у меня сейчас думаю крыша поедет но я вам серьезно вообще знания которые не касаются нашего мир и соответствие что просто меня словно ну просто я не хочу даже просто приводить вам какие-то примеры и мы очень часто начали переходить даже на шутки потому что ну такие примеры там примеры с поцелуями есть примеры женской грудью с молоком там как ведь макрокосмос сравнивается с человеком с бородой там борода это как с низкой нити там влияние высших сверху я не буду это не буду потому что я не вижу в этом сейчас смысла не на том я уже я на уровне того что я хочу пожрать иногда хорошо понимаете но там физический уровень но надо признавать свою жизнь что мы будем строить себя там мне ничего там не чувствует физический мир это такая да ну я не на таком уровне но я лично я почувствовал что я вхожу в болото реально полу иду на потемки и могу еще и заблудиться потому что она придумаю себе такого а тот кто судил этот мир скажет ты что напридумывался куда ты лезешь мальчик поэтому изучая тору надо знать уровни торы для того чтобы потом правильно ставить свои просьбы как это ставил резер давид и и так двоим ответили правильно одному нет и надо понимать как надо учиться что ты не можешь перепрыгнуть что-то одно другое я часто слышу недавно я с парнем переписываюсь прекрасный парень и он говорит я хочу каббалу только каббалу все это подоживлю тоже каббале книга зоны нет я хочу только каббалу и все и все очень часто очень часто мы читаем когда книгу на таня как там как говорит альтер-реба иногда не помните разумеющему будет понятно вот надо доходить до какого-то уровня для того чтобы ты мог это как-то в себя принять а не дойдя до этого уровня этого не нужно делать это даже опасно очень часто посмотрели сколько полусумасшедших ходит после изучения а теперь переходим к моменту который нам это скажем такую красивую упаковку запаковать как переходит раввин упоминал об этом на своей беседе шаббат восьмой день когда переходят еврейский народ и те народы мира которые верят во всевышнего в единого через красное море красное море разделяется на две стороны это чудо но это чудо не единственное оно становится стеной на это тоже чудо потому что потом например как и орден расходился там только одна сторона сейчас мы об этом скажем почему-то а второе чудо как говорит меда что внизу расцветали деревья уже с фруктами с которых пели птицы и эти фрукты сливали там дети делились и как говорит как говорят на мудрецы и рэбе и лавин говорил на уроке что еврейский народ идет по средней линии правая линия почему стена должна быть стена это тора и с этим не спорят а левая линия спорят говорят это молитва одни говорят а другие мудрецы говорят что этот филин символ филина посмотрите молитва у нас есть одеяние души да молитва с чем у нас сравнивается одеяние души три штуки так подожди молитва сравнивается с верой я говорю одния души мысли речь и действия им самолитва со словами с речью или по смыслю да но это более глубинный уровень почему происходит спор потому что без действия ничего не будет должно быть обязательно действие поэтому вопрос либо левая стена молитва может быть одевание от филина одевание от филина это чистое действие а какое действие которое не объясняется логически почему не антенна не знаю и посмотрите как объясняется оденивается филин сначала на руку а потом на голову сначала начни делать а потом соедини это с пониманием и только когда у тебя будет эти два действия тогда у тебя будет средняя линия и это были самые был самый высокий уровень чудес такой чудес что бог показал самую глубину где расцветают деревья где уже знания самая тайна косточки что мне внутри находится все все дерево все плоды весь потенциал когда был переход через красное море это был самый высокий уровень чудес и поэтому там произошло такое самое величайшее ты не обойдешься без торы это раз и не войдешься без молитвы и действия это два только когда соблюдены эти два условия у тебя будет этот срединый путь и выход на свободу на другом на другой стороне если ты будешь делать только одну тору это проблема будешь только молиться и пытаться выполнять заповеди это тоже проблема на асэвы нишма они не разделены я выполню и послушаю это не разделенное нам сказано что это чудо да эти два слова были сказаны как одно единое я не знаю как опять же это можно себе только представить это было чудом и поэтому наша с вами задача все что мы с вами просим и все что мы с вами делаем она должно быть плацдарм основу это тора это заповеди это то что хочет всевышний это любовь к ближнему своим самое главное и для того чтобы поставить такую вообще козырную точку я приведу пример психологический это очень часто бывало с нами каждый час об этом вспомнил человек примеру у человека есть сокровенное желание и человек говорит у меня сокровенное желание имеет там красный феррар и он ну ему не повезло олигархом он не стал он там откладывает на всем себе отказывает и у него даже получится почему потому что по образу и подобию создан человек у него есть сила он может достичь бог говорит ну как бы я считаю что не надо но если ты хочешь и тратишь на это деньги ну будет тебе уроком вот я красный феррари ну и в конце концов он покупает не самый новый наверное не самый лучший но красный феррари поломанный может быть отремонтирует и едет на этом феррари все у него хорошо ну давайте вернемся в самом самое начало этого человека мы этот урок учили вот сальфана с ним на урок что человеку нравится девочка парня и вот так стесняется не может какой-то девочке подойти никак не может и так и всякий стесняется там и тут он себе начинает рисовать фантазию а вот она быстро на остановке на красный феррари подъеду нажму на кнопку стекло опустится скажу садись малышка и она сядет и я и он эту идею смотрите он эту идею берет за основу он знает что так получится это называется психологии замещение и начинает достигать то что ему не надо эта девочка давно уже вышла замуж родила кому-то детей она была может быть ему предназначена самого рождения и он упускает свою судьбу вы понимаете а надо найти силы купить букет святой прийти сказать на и вот так часто мы с вами просим что-то у всевышнего господи дай мне миллион долларов на хер он тебе извините за мой английский на что потратить надо понимать ты понимаешь и ты говоришь а чего я такой умный такой бедный надо разобраться для чего тебе это все повернись посмотри на свою жизнь как ты живешь если ты еврей ты соблюдаешь законы или нет смотрите у каждого своя война я сейчас не указываю на личности я просто ставлю пока вопрос на который придется отвечать каждому из нас самому как часто еврей которые рассуждают о еврейских законах может жить с нееврейской женщины законном браке иметь детей ну и совершенно ничего не делать для того чтобы его жена там прошла июль это была семья по заповеди понимаете человек из народа мира может тоже там приходить синагогу туда-сюда у нас здесь слава богу смотрите очень лояльно все происходит у нас много народами это я считаю что это прекрасно мое мнение но человек может искать совершенно другие цели и эта цель она замещает истинную цель ты говоришь господи дай мне пожалуйста там то 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 зачем он у тебя задаешь неправильный вопрос логическая цепочка не не исправляется она не подходит чему-то правильному а правильно у нас только одно познание торы на всех этих уровнях правильно и не просто познание торы на всех уровнях а правильное познание торы как я сказал что не следует учить законы разврата и чистоты с тремя законы начала мира с двумя а законы того состояния которыми был до создания самому даже потому что у человека все что он не делает должно быть подвязано ко всевышний и тогда когда человек где-то делает большую ошибку эта ошибка у него вылазит в этом мире посмотрите какая ошибка произошла у ифтаха при встречающий человек а почему а потому что чем выше ты становишься тем больше у тебя ответственность чем на большее число людей ты влияешь тем больше ответственность у тебя самого тут надо кстати понимать хочешь учиться знаешь у тебя будет надо брать на себя ответственность наказание уже не будут ну так как курить как наркотики принимать если я дома принимаю сам это одно а если я тренер боевых искусств и я с детьми работаю и на глазах у них после дневники выхожу там запаливаю косячок и красиво курю профессионально красиво курю да то у меня ответственность будет дугая уже мне просто так не отделаюсь легким шлипком да а дадут по шапке очень хорошо потому что ты пример показ ну так надо уметь принять на себя ответственность и поэтому наша с вами молитва смотрите мы все молимся все просим чего-то материально каждый из нас она должна соответственно с чем с правой стороной сторой и не должна открываться от действия не должна заканчиваться одной молитвы я помолился бога попросил все мы просим правда ну так давайте тебе что-то делать и положим что-то правильную основу что потом ни в коем случае не делать как бы никаких ошибок ну как бы все я думаю да давайте вопросы мы можем поговорить чуть-чуть